Торговые ряды на северном рынке пестрят от количества и разнообразия товаров, которые представили курские производители. Десятки видов меда, сыры, овощи, цветы, колбасы, консервы, кондитерские изделия. В ярмарке участвуют не только фермеры, но и малые предприятия. Так, впервые свою продукцию здесь представила семейная пара из Железногорска. Кимчи, паста, рыба и вкуснейший хамон. Хамон вообще это тот такой продукт, у него тысячелетняя история. Соль закалывали, когда свинью вешали, она висела, висела, висела. И постепенно температура начинала в погребе расти, и мясо ферментировалось, и получался тот великолепный вкус хамона. Я делаю это точно так же. Камера, температура постепенно повышается, хамон висит. Никаких сложных технологий тут нету. Здесь только соль и мясо. Курянка Рухсора Сопрыгина ведет бизнес по приготовлению полуфабрикатов. Признается, к делу подходит с любовью. А того и продукция получается такая вкусная. У нас не конверное производство, у нас все делается ручным трудом и душевным теплом. Каждый пенмешек мы выращиваем, можно сказать, своими руками и предлагаем нашим клиентам. Пробовали лиливый хлеб с вялеными томатами и сыром. Заварнуть с клюквой, ореховый жареным луком или оливками. На ярмарке продукцию можно не только приобрести, но и продегустировать. Очень вкусный хлеб с изюмом, похожий на домашний хлеб. Если брать обычный хлеб, который в магазинах продается в статистических маркетах, то там добавляются производственные дрожжи. Мы же их не используем. У нас проходит полную ферментацию закваска, что более полезно для кишечника, для желудка. Закваска у нас состоит из муки и воды. Выдерживается около 16 часов. И только тогда мы можем приступить к выпечке хлеба. Задача ярмарки – помочь курским фермерам реализовать свою продукцию, а жителям города познакомиться с местными производителями. Главная задача – сформировать спрос у фермеров. Если будет спрос, то будут развиваться наши фермеры и фермерское направление. Ярмарка будет работать и 24 июня до 6 вечера. Диана Горяйнова, Владислав Соболев. События дня.